Лига Городов Лига Городов Третий тур подарил достаточно много эмоций и подарил несколько валидольных матчей. Как и предполагалось, луганская мафия переиграла обезьяны с Черкасса, а Одесса разгромила Евпаторию. Одесса продолжает набирать очки в простых для себя матчей. Пожалуй, на этом предсказуемые результаты уже закончились, и мы перейдем к другим матчам, которые заслуживают отдельного комментария. Миром разошлись Донбасс с запорожцами. Каждая команда выиграла свою карту, и матч закончился со счетом 1-1. Каждая из команд получает по одному очку, и их место в турнирной таблице остается неизменным. Тернопольские «Волки», проиграв два предыдущих тура, настолько упали духом, что они явились на игру против «Бобров» из Киева. Андрей Баланов и лидер команды пояснил, что атмосфера в команде, мягко говоря, накаленная, и чтобы решить проблему, пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Два члена команды были удалены из состава, и команда в срочном порядке ищет замену, так как следующая игра в лиге уже в понедельник. Многие пророчили легкую победу для парней из Хмельницкого в матче против запорожских «Богомолов». На первой карте в основное время команды не смогли выявить победителя, и лишь в овертайме хмельницкие парни довели игру до победы. На второй карте при достаточно равной борьбе сильнее оказались фавориты матча, которые кладут в свою копилку очередные три очка. А «Запорожье» показало, насколько серьезно они настроены и могут дать бой любому фавориту. Львову не составило труда обыграть парней из Донецка, Донбасс никак не может нащупать свою игру и после трех туров имеет лишь одно очко в активе. Команду критикуют болельщики в социальных сетях и отсутствие результатов, что, конечно же, давит на парней. Тем не менее, впереди еще 11 туров, где команда должна набирать очки в более простых матчах. Так как еще год назад эти парни могли поставить на колени любого соперника, напрашивается вопрос, а где же чемпионская игра сейчас? В Днепре они опять не смогли довести начатые до победы в матче против второго киевского коллектива «Селекта». Нужно отметить, что обе команды были достойны получить очки. Если на первой карте при равной игре победу одержала команда Сергея Бижанова из Киева с минимальным преимуществом, в 16-14 завершилась игра, которую, по сути, ввели Днепропетровцы. Игра на овертаймах становится визитной карточкой команды Олега Квитка, а 5 днепря они не смогли завершить матч в основное время. Но на добавленное сил уже не хватило. Три очка в этом матче достаются киевской команде, которая поднимается на шестую строчку турнирной таблицы. Центральным матчем тура было названо противостояние Винницких-Львов и Цветочного-Киева. Ожидалась яркая борьба, интерес к матчу подогревал тот факт, что за эти команды играют спортсмены из коллектива «Керченет», которых лига раскидала на два лагеря. Если Львы заявили на свой матч привычный состав, то киевляне укрепились легионерам из Мариуполя, известным игроком и профессионалом Романом Полтавченко, который также выступает за «Керченет». Видимо, неменятный старт заставил задуматься капитана киевлян Александра Гордеева, действительно ли может его команда претендовать на медали с таким коллективом. Но Рома в матче не блистал, всю игру в который раз сделал Владислав Нечапарчук, сумевший самостоятельно взять несколько ключевых раундов, переломивших игру. Винница так и не нашла в себе силы что-либо противопоставить Киеву и опускается на седьмую строчку. К слову, на восьмой позиции расположились «Цветочный Киев». Это были все матчи тура. Одесса и Хмельницкий укрепили свои позиции и возглавляют турнирную таблицу. Третье и четвертое место делят киевские бобры, мафия из Луганска и семью очками, равной разницей взятых проигранных раундов. Львов, Киев, Селекта и Винница, и «Цветочный Киев» также находятся в верхней половине таблицы. После победы в третьем туре вытеснив Днепропетровский коллектив на девятую строчку. По-прежнему без очков остаются Тернополь, Евпаторий и Черкассы. Достаточно хорошие команды с сильными исполнителями в силу сложенного графика не могут набрать очки. Но впереди еще 11 туров. Достаточно, чтобы найти свою игру и получить очки и призовые деньги в соревновании. По одной победе у Днепра, Богомолов и Запорожья и Харькова. Ребята настроены серьезно. Пока не везет. В четвертом туре нас ждут интересные матчи. В понедельник запорожцы сыграют с раненым тернопольским волком. Уже во вторник Луганск попробует отобрать очки у Хмельницкого, который не знает поражений в лиге. Пока у луганчан это получалось хорошо. И они неплохо пощипали лучшие киевские коллективы. Львово-Донецк. Матч с Запада и Востока начнется вечером во вторник. Где первые попробуют улучшить свои показатели, а вторые попытаются зацепиться за победу. В среду харьковчане и запорожские Богомолы выяснят отношения в 20 на 0 по киевскому времени. Четверг позволит Днепропетровску взять передышку. Матч против Черкас не должен стать проблемой. В тот же день сыграют свои матчи и в Патуре Киев Рейдж Биверс. Пятница – это самый жаркий день четвертого тура Лиги Городов. Винница будет отыгрываться у Киева на этот раз против второго коллектива Селекты. Во втором матче Одесситы, которые не проиграли еще ни одного матча, своих оппонентов громят с позорным счетом, на этот раз рискуют поломать зубы. Первым серьезным соперником на Лиге для них станет Киев-Город Цветов с укрепленным составом. Пятница – это тот день, который пропускать нельзя никому. Эмоции, интрига гарантированно. Ждем вас! Редактор субтитров А.Семкин